снова приветствую вас продолжаю продолжаю показывать вам пока не увезла это тоже хвосты до 40 сантиметров высотой по описанию и сейчас я вам покажу их поближе кстати я даже не верю да что вот были те корешочки ну и вот из этих корешочка уже превращается такой вот красотень который мне стоит сейчас у ребенка в комнате у меня вся комната заставлена горшками и каждый день имею возможность этим всем любоваться так значит не буду отвлекаться вы знаете да как я люблю поболтать по существу и так по существу лайки сайта на бутербол лайки сайт бутербол это опять-таки желтая хвоста желтая постараюсь как-то как-то словить ракурс ракурс не ловится что я могу сказать то же самое история тоже что и зон увидела мне нельзя смотреть видео увидела на сайте каком-то обзор в каком-то саду слушала очень внимательно потом пыталась рассмотреть этикетку все нашла нашла эту хвосту вот это хвоста желтая у нее такой восковый налет очень красиво видите уже проявляется сжатость то есть это годичный саженец годичные купила да но уже все равно у нем проявляется легкая жад и такой вот реально ну вот реально восковый налет смотрите сейчас проведу не пожалею ради вас видите как проявляется вот такой белесый восковый налет то есть на солнце и конечно сажать нельзя не смотря что она потому что здесь весь эта красота вот этот вот налет он уйдет следующее чудо тоже следующее чудо опять-таки желтая совершенно смотрите форма листа такие вот можно так сказать шарички да такие кружочки плотненько mind butter cup она мне пришла ко мне с тремя отделеночками росточек развиваются пока 2 3 еще спит но очень симпатичная видите какая канонию нет ни налета ничего но не есть приятная желтинка то есть разбавлять страйковые разбавлять двухцветные хвост и будет очень даже чудесно следующая хвоста spring гост слушайте она реально серая то есть она такая красивая лист конечно еще не особо плотный до молодежь к немножечко вот такая вот ну она такая интересная не только сейчас я поднесу к чему мне по его смотрите видите да то есть вот эта серость голубизна то есть у нее должны быть еще какие-то там штрихи все это должно быть но пока пока я радуюсь вот этому и понимаю что она молоденькая но посмотрите вот отличие цвета да то есть реально вот она имеет такой оттенок его просто передать невозможно дасты мы привыкли этому шартрезу там еще к чему-то то есть пытаемся там уловить желтые лимоны а здесь вот реально такой серый который проглядывается извне очень симпатично молоденький выходит вот такой вот листичек и потом он набирает очень такой симпатичный окрас что у нас там с оборота с оборота она ничем не примечательна следующая плайматы выходила очень яркая надо было мне сразу ее показать но вот раз и она поменяла окрас да цена была гораздо ярче сейчас только-только очертания подожду посмотрю может быть я думаю может быть моя вина настояла на солнце из-за этого она как-то так резко начала менять цвет очень быстро поменяла цвет надо ее уже на даче пассажир полутени цена да ну такая приличненько а выглядит она принципе на уровне той же ханки-панки даже не знаю стоит ли покупать раз она так быстро меняет свою красную поду наблюдать посмотрю посмотрю пока не буду я на нее бурчать посмотрю ее в открытом грунте уже все заморозки закончились можно смело ехать на дачу так еще ускорить потому что опять я вам очень очень долго все пытаюсь рассказать теперь смотрите еще две секунды две секунды потому что я не могу bled rex у меня два кустика вот этом два года деленки вот это деленка который год это я к чему это к тому что с каждым своим годом жизни хоста все ярче и ярче проявляет свои сортовые признаки посмотрите как здесь уже в двухгодичном саженце более четко формируется вот эта срединка то что по сортовым признакам должна быть до тоненькая срединка не очень широкая и яркий край а здесь получается хоста молодёсенько и вот она еще вот она еще мечется да то есть она еще не заняла какую-то там позицию по окрасу здесь даже можно подумать что страйканула да вот видите какие-то вот такой вот так раз это я на секунду отвлеклась просто просто есть возможность сравнить окрас двухгодичного саженца и годичного саженц это реально да вот я реально вижу что есть есть разница причем такая принципе значительно ну и лишь поймать я не могла удержаться снова я была на рынке вот хочу вам похвастаться купила безымянную очередную безымянную хосту ну как можно было и не купить плотный лист такой жирненький такой кустичек очень красиво тоже есть восковый налет такой не знаю сорт и знаете даже честно скажу не буду пытаться определить потому что такое количество сортов называть неправильно не хочу до чтобы никого не вводить заблуждение поэтому поэтому вот так вот